Секрет успеха Здравствуйте! Вы смотрите программу Секрет успеха основан на Библии. Каждую неделю мы изучаем один стих за всю неделю и размышляем над ним, и потом делимся мыслями своими. И Секрет успеха, эта программа сейчас на сайте Капли Сота. И мы сайт сделали Капли Сота на основе 18-го псалма. Удивительный псалом, и желательно изучить его наизусть, но еще больше делать то, что там говорится. И я хочу сегодня зачитать 10-й и 11-й стих. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, сладче меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, и соблюдение их великая награда. Две истины, которые я хочу обратить внимание, когда мы пойдем дальше, говорить о стихе, которую мы изучали на этой неделе. «Раб твой охраняется ими». Во-первых, раб, мы долго можем говорить, что такое быть раб, короче, привязанный к Слову Божию, да, зависимый от Слово Божьего. Ни на шагу, ни вправо, ни налево быть Слово Божием. Но что он делает, как христианин? Охраняется ими. Словом Божием мы можем охраняться. И второе, соблюдение их великая награда. И когда мы соблюдаем то, что говорит Слово Божие, когда мы живем по Слову Божьему, тогда у нас будет Господь дать великую награду в этой жизни, а особенно в вечности. Поэтому наше желание, что мы делаем это видео, мы пытаемся, если возможно, найти время, когда это получается, иногда это получается рано утром, иногда получается поздно вечером, как сегодня, чтобы поделиться мыслями, которые мы делали, чтобы опять напомянуть, что есть возможность размышлять на Слово Божьем разными вариантами и даже таким. И на этой неделе стих, который мы размышляли, Матфея 5, 41 и 42. «И кто принудит тебя идти с ним одно попроще, иди с ним два попроще. Простящему у тебя дай, и отхотящего занять у тебя не отвращайся». Матфея 5, 41-42 стих. Удивительный стих мы назвали качество, которое здесь говорится о великодушии, и противное этому – користь. Я не хотел бы говорить даже о користи, потому что я не совсем подготовился. Во-первых. Во-вторых, каждый человек знает, что такое. Мы каждый в себе имеем вот это, хотим користь из всего исчерпнуть. Просто страшно, насколько у нас это есть. Это хорошо кажется, но оно приходит в предел. Но нас должно быть великодушием. Я хочу посмотреть только на первую часть этого стиха. «Кто принудит тебе идти с ним одно попроще, иди с ним два попроще». А я искал проповеди на интернете, на ютубе, разные статьи искал. И, к сожалению, я не смог найти проповедей тех людей, которые я, конечно, считаю авторитетом. Были некоторые проповеди, но для меня они не являлись авторитетом. Почему-то не говорят люди на эту тему проповеди. И это проблема. Потому что, если читать историю, то некоторые люди, большие люди, знаменитые люди, как проповедники, они говорили и проповедовали, что по церквях как минимум четыре раза в год на эту тему говорили, чтобы проповедники проповедовали на эту тему, чтобы людей побуждать это желание идти второй попроще. Но сегодня еще другая позиция. Не все люди понимают, что такое второе попроще. И один из проповедников на английской проповеди слушал Дэвид Гиббс. Он говорил, если бы люди сегодня и шли хоть полпопроща, мы христиане, это было бы очень хорошо. Не целые попроща. И даже не два попроща. А Слово Божие говорит, что мы должны идти в второе попроще. Некоторые мысли или рассуждения, есть цитаты, христианин только тогда, настоящий христианин, когда он идет в второе попроще. На сайте Каплисота я взял Билл Гаттера за всю неделю его мысли, которые изучали заповедь второго попроща. И поставил, вы можете перейти и посмотреть, повникать в удивительный материал. Но в некоторых словах я скажу, что имеется в виду второе попроще. Второе попроще вообще, это было даже до рождения Иисуса Христа, это была идея, даже до римлян. Но когда Иисус говорил, тогда, когда царствовал Рим над Иудеем, я только скажу, что касалось того времени. Был закон такой, римлянные постановили закон такой. Если солдат идет и видит любого гражданина той страны, в данный момент Израиля, он может сказать в любую сторону, чтобы тот человек нес ему свои чемоданы, свою одежду, все, что у него есть. И каждый человек обязан послушаться и нести. Если вот это одну мылю, если иду я в ту сторону, а солдат говорит мне, помоги занести, я должен оставить свое дело и занести в другую сторону. Потом он берет солдат еще второго, пятого, и так может идти и всегда пройти свою дорогу всю с пустыми руками. Это, конечно, римлянам очень сильно нравилось, но не нравилось простым людям. Они не любили это попроще. Для них это было, как сейчас, я не знаю, похоже, как мы получаем штраф, вот штраф, как мы получаем незаслугованную. Вот дали нам эти деньги, мы должны отдать, потому что нас остановили, мы знаем, что мы не виноваты, нам пришлось отдать, лишь потому, что тот человек, который нас остановил, ему надо деньги или какие-то другие его толкают на это действие. Но мы знаем, что они виновны. Что-то подобное для этих было еврею. И смотрите, что Иисус говорит. Он говорит, если вас принудили, заставили идти одно попроще, то идите еще второе. Это было просто... Я не могу представить до конца, насколько этим людям было слушать на горной проповеди множество людей, когда они услышали, что Иисус говорит, идите еще второе попроще. Да никак, за что? Второе попроще, когда я иду, я думаю, как мне дойти бы это попроще и уйти своим путем. Или если я вижу это солдата одного или несколько, я уходу, я прачуся, лишь потому, чтобы он не увидел меня, не сказал, сейчас будешь снести попроще ко мне. Я убегаю от этого пути. И даже бывает, когда солдат меня видит, я убегаю от солдата, чтобы не нести это попроще, эту тяжелую сумку, это в твое время убивать и все. Но Иисус говорит идти второе попроще. Вот это да. Но сейчас самый-самый-самый сложный, один из сложных вопросов. Как применить этот стих сегодня к нашей жизни? Как применить? Мысли, которые я читал, говорят так. Именно, когда я уже говорил, христианин является только тогда настоящим христианином, когда он несет второе попроще. Вот как в этом данном моменте мы можем представить себе картину. Давайте представим, что вы тот человек, которого солдат заставил нести второе попроще. Проходит время, заканчивается мыля, и вы знаете, солдат знает, что вы должны отдать ему эту сумку свою. Но вы говорите, а можно я еще пронесу одно попроще? И солдат говорит, пожалуйста, неси. И когда вы идете втором, ему вопрос возникает. Странный парень, странный мужчина, странный человек, почему он согласился еще на одном попроще? Никак не пойму. И рано или поздно он открывает свои уста и задает вопрос, почему ты решил нести и идти еще второе попроще? И тогда он отвечает, тогда возможность благовествовать. Он говорит, Иисус сказал так, кто принудит тебе идти с ним одно попроще, иди с ним два попроща. И тогда открыто дверь благовествовать. Тогда этот солдат будет слушать все, что ты будешь говорить. Ты в него будешь авторитетить. Но возвращаемся в нашу жизнь. Я слушал проповедь Дэвид Гиббс на английском языке, и он три мысли сказал, где мы должны иметь эти три попроща. Я три мысли взял, конечно, и только я по своими устам и своими примерами буду говорить. И вот первое, который вопрос я задал бы такой себе и каждому из нас. Являешься ли ты христианином второго попроща в своем доме? Являешься ли ты христианином второго попроща в своем доме? Пример я хочу привести не христианский пример, но я думаю, что мы каждый можем заметить и применить в своей личной жизни, как мы можем быть христианином второго попроща в своей семье. Однажды по работе так получилось, что я и мой сотрудник ехали несколько часов по работе в другое место. Так получилось, что груз, который мы везли, я был за рулем, и груз, который мы везли, был занят и дальше длился на второе сидение. Поэтому ему пришлось сзади меня сидеть. И вот тогда я именно слушал, раньше слушал проповедь о втором попроще. И тот человек был католиком, он на нас смотрел с высока вниз, что мы отделились от веры когда-то, и мы что, короче, вот не совсем так, я считаю, это правильно. И поэтому я не был в авторитете к Слову Божьему, как христианин. Был авторитетный, как человек порядочный, но не как христианин. Я ему говорю, и, конечно, он не хотел не слушать наши песни или проповеди, тем более проповеди. Я ему говорю, сегодня тебе придется слушать нашу проповедь. Он не совсем был доволен, говорит, нет, нет, давай только нет, придется сегодня. Ты не сможешь достать, и чтобы выключить эту проповедь, ты машине можешь достать. И я ему включаю проповедь о втором попроще. Очень хорошая, замечательная проповедь. Я, наверное, поставлю ссылку, и для тех, кто понимает английский язык, можете послушать ее. И что в этой проповеди он говорил, я не буду рассказывать. Но, когда закончилась эта проповедь, конечно, в течение проповеди ему так понравилась она, и я потом же говорю, слушай, я могу выключить? Он говорит, нет, не выключай, дай дослушать. Я говорю, серьезно? Говорит, дай, нет, он решил, и мы дослушали эту проповедь. Я говорю ему, слушай, вот именно сегодня ты можешь дома своей семье сделать второе попроще, пройти второе попроще. Он говорит, как? Ну, я уже как был близкий его, он знал, он любил пить пиво. Приходит домой, садится, пьет пиво, смотрит телевизор, все, и вот так. И, конечно, он не в трезвом состоянии становится, и жена как-то на это смотрит не так. Но он говорит, мне жена разрешает. А я говорю, а ты пройди второе попроще. Он говорит, как? Я говорю, когда ты придешь сегодня домой, ты скажешь жене своей, слушай, жена, я не буду пить пиво целую неделю или даже целый месяц. Я понимаю, что ты не разрешаешь, но я сделаю больше это. Когда я сказал ему, он сказал, нет, 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 пиво это мое дело, это не касается ее, это все, все, все. Он не захотел поддаться в таком. я это сделаю, потому что Слово Божие говорит, идите в второе попроще. Если мы это будем делать, если мы это будем говорить об этом вторым попрощем, возможно, вернется время, когда мы будем говорить это второе попроще. Возможно, нехристиане, люди будут знать, как тогда и знали эти солдаты, что если я делаю больше, чем должно быть по закону, он христианин, он идет в второе попроще. Сегодня это Слово исчезло с нехристианской сферы и даже исчезает в нашей христианской сфере. Мы мало знаем о нем. Если мы начнем делать это в второе попроще, Господь обещает награду. Второе. Первое. В семье. Попытайтесь найти на этой неделе когда-нибудь, чтобы сделать что-то в семье второе попроще. Если мы дети, вы дети для своих родителей. Сделать что-то большее. И когда они заметят два, что вы сделали, просто скажите вот этот стих Матфея, 5 глава, 41 стих. Я решил сделать, вот пройти второе попроще для своей семьи. Второе. Используешь ли ты принцип второго попрощения там, где ты работаешь? Тоже очень интересно и тоже это слово второе попроще исчезло или вторая мыль исчезла с работодательницей. Они не знают об этом. Я хочу засвидетельствовать за себя и за свою семью. На этой неделе мы размышляли на эту тему о работе, где искать работу. И в данный момент я тоже нахожусь в очень интересном положении, что работам, как сказать, тоже или поиск я работу, или меняю работу, вот можно приблизительно так сказать. И я начал вспоминать, что за все свои года, эти года не более 15 лет, где я работал, и мне приходилось менять работу, потому что когда учился в школе в одном месте, когда колледж, потом закончил и так дальше, мне приходилось несколько раз менять работу. Но первое, мне не приходилось уходить с работы, что меня уволили. А я когда уходил, всегда еще говорили, нам очень жаль, что ты уходишь. Если тебе что-то не то получится, приходи к нам, и мы тебя примем назад на работу. Я не хочу сказать, что я ишел второе поприще на своей работе, но по крайней мере те, кто мне давал работу, они на меня смотрели как на лучшего работника, нежели других людей, которые были рядом. Посмотрим на свое сердце и на работу там, где мы работаем. Что за нас думают те, с кем мы работаем? Кто за нас, что о нас думает тот, кто дает нам работу? Сегодня очень трудно найти честных людей, которые работали от чистого сердца. Даже среди христиан, но это ужасно неправильно. Ведь Слово Божие говорит, все, что вы делаете, делайте от души как для Господа, а не для человека. То есть на работе мы должны делать, как это мы делаем Господу. Это мы должны так делать. Честно, правильно. И проверим свое сердце. Не ли всегда мы делаем принцип второго поприща. Постараемся хоть на какой-то неделе, на какой-то день попробовать сделать принцип второго поприща, что Иисус нам сказал, и увидеть результат. Подойдет ли нам это начальник и что-то скажет, даст, увидеть окружающие нас люди, что-то заметить, и мы можем засвидетельствовать. Я хочу быть христианином второго поприща. И вот это результат моего. В семье, на работе и третьем. Являешь ли ты христианином второго поприща в обществе? В обществе это различие. на дороге, где мы ездим, как водителя, автобусе, открыть дверы, закрыть. Это общество. Дальше общество, где мы находимся, каких мы отношений с ним. Мы пытаемся иметь с каждым человеком хорошее отношение, даже с тем человеком, которым мы проходим по улице. встречаемся на светлофоре, где-то в офисе. Пытаемся ли мы сделать больше, чем мы можем, чтобы эти люди увидели, вот это странный человек. Он не как все. Он не пытается пролезнуть в первую очередь. Он пропустит. И тогда, возможно, нас спросят, почему ты не такой, как все? скажем, я христианин второго поприща. Вот три мысли обширные, которые я бы хотел бы сказать. Постараемся быть человеком второго поприща в семье, на работе и в обществе. А сейчас краткая пауза. На сайте Капли Сота есть рассылка, на которую вы можете подписаться, и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди, аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы. Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи. Стих, который мы изучать будем на этой неделе, тоже очень интересный. Я предлагаю его сейчас прослушать. Находчивость, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Послание к Колоссянам, 1 глава, 10 стих. Очень удивительный стих, и много здесь истин можно почерпнуть с этого стиха, но я бы хотел сказать, что я буду обращать внимание, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Чтобы приносить плод во всяком деле в слове, ну, во всяком деле, как вы можете это сделать, чтобы было польза от нас. И поэтому сейчас мы прослушаем и посмотрим качество и твердыню, которую мы будем разрушать, чтобы этот плод нас был. Разрушать мы твердыню будем под названием неродивость. И мы будем работать над качеством в своем сердце находчивость. Вот нам надо найти, как во всех сферах нашей жизни находить или выращивать плод во всяком деле и тем познавать и возрастать познание наше Бога. Пусть Господь вас обильно благословит и сейчас для помощи что мы можем размешать в этом посмотрим видео «Проверьте свое сердце». С Богом! Проверьте свое сердце. Могу ли я назвать кого-нибудь своим врагом? Как я благословляю своих врагов? Знаю ли я в чем нуждаются мои враги? Прошу ли я Господа показать мне в чем нуждаются мои враги? Молюсь ли я о своих врагах? Вижу ли я положительные качества в своих врагах? Прошу ли я Господа чтобы Он сделал меня проводником своей любви? Осознаю ли я милость Божию к себе? Продолжаю ли я делать добро своим врагам даже когда не вижу в них никакой перемены? Григорий Субтитры Продолжение следует...